Никогда такого не было и вот опять. Google оплошалась почти что за полгода до появления новых пикселей. Но об этом чуть позже. А сейчас привет YouTube был здесь, а это видео об официальном сливе главного смартфона поискового гиганта в этом году. Google Pixel 4. Если кто не в курсе, то случилось следующее. После череды утечек, Google официально затезерил 4 пиксель прямо у себя в твиттере. Многие фанаты пикселей просто поверить в это не могут. Большинство из них считает, что это розыгрыш или фейк. Ведь не может же Google так нагло и неприкрыто копировать Apple. Предлагаю разобраться в этой ситуации. Давайте попытаемся понять, фейк это или нет. И чего вообще ждать от новеньких пикселей. Поехали. Для начала давайте определимся, слив это или фейк. Поначалу я удивлялся службе безопасности современной Google. Такой уровень безалаберности и наплевательского отношения надо еще поискать. Ни одна компания в мире не может себе позволить допускать утечки трех своих главных продуктов подряд. Но если посмотреть на эти утечки по-другому, то вырисовывается интересная гипотеза. Возможно, что служба безопасности к этим утечкам не имеет никакого отношения. Быть может, это гениальный маркетинговый ход пиар-отдела Google. Ведь благодаря прошлогодней утечке Google Pixel 3 о смартфоне трубили из-под каждого куста сирени. Затем был конец года, когда ребята из розетки опубликовали фотографии грядущего Google Pixel 3а. То же самое. Новость растащили по забугорным ресурсам и нереально подогрели интерес публики к смартфонам. И вот опять. На руках у Unbox Therapy оказалась балбанка Pixel 4, на основе которой производители чехлов создают продукцию аккурат к появлению устройства на рынке. Три крупных слива подряд? Ну не верю я, что безопасность у крупнейшей корпорации мира такая дырявая. Теперь по поводу внешнего вида. Фанаты Pixel его жутко захейтили. Говорят, дизайн ужасный и таким Pixel не может быть просто, потому что ну не может и точка. На этот счет у меня есть еще одна гипотеза. Вообще можно сказать, что вся эта история началась еще зимой этого года. В Купертино. Именно там кто-то знатно упоролся, решив прикрутить к смартфону квадратную шайбу. Первые сливы iPhone 11 также повергли в шок даже самую бывалую интернет-общественность. Поднялся дикий вой, мол как так? Это же уродство, а не дизайн. Но как это часто бывает, покорные фанаты компании уже через пару дней придумали сотни оправданий, почему именно так должны размещаться камеры новеньких iPhone. Причем некоторые из них даже опирались на весьма правдоподобные расчеты, основанные на законах общей физики и оптики. Короче, People's Havel проглотил и уже готов нести кровные в Apple Store по всему миру. И после релиза айфонов с шайбой, эта отличительная особенность станет фирменным знаком, как стала двойная камера iPhone 7 Plus в свое время, или как стала челка iPhone X. Это уродство, фишку или особенность, называйте как хотите, будут копировать все. И ведь Google уже тырило дизайнерские решения Apple раньше. Помню, как на презентации Google высмеивали решение Apple убрать миниджек или использовать челку, а потом спустя год-два Google применяла эти же решения в своих смартфонах. В данном случае создатели Pixel 4 сработали на опережение. Google первой более-менее официально забронировала за собой шайбовидный выступ камеры, а если они и выпустят свои четвертые Pixel в продажу раньше 11-го iPhone, то формально Google вообще не будет претензий по поводу копирования дизайна. А чего ждать от Pixel 4? Судя по фото и остальным утечкам. Во-первых, Pixel наконец-то получит двойную камеру. Учитывая, как мощно справлялись алгоритмы с фотографиями на одиночный модуль, боюсь представить, что будет вытворять двойная камера нового Pixel. Еще можно порадоваться за пользователей портов Google Camera. Теперь всякие Redmi Note 7 и Ижи с ними обретут не просто вторую жизнь, а станут королями в сегменте фото. Во-вторых, судя по рендеру, задняя крышка перестанет разделяться на две части. Стеклянную и пластиковую. Но что-то мне подсказывает, что не все так просто, и я бы подождал выхода самих устройств, чтобы посмотреть, а будет ли отказ от двойного материала задней крышки. Что касательно железа, то ожидаемо в смартфоне будет использоваться Snapdragon 855, уже не 4, а 6 гигабайт оперативной памяти. Ну а стоимость, как всегда, будет находиться примерно на том же уровне. От 800 долларов за младшую версию Google Pixel 4. Кстати, что интересно, на задней крышке смартфона отсутствует сканер отпечатка пальцев. Возможно, сканер будет находиться на боковой грани, как у тех же Galaxy S10e или смартфонов Xperia. Но лично я думаю, что компания все же встроит сканер под экраном, что будет логично, учитывая то, какой прорыв совершил технологии со времен своего анонса. По поводу фронтальной камеры ничего не известно. Скорее всего, она будет двойной, и плюс к ней возможно добавится ряд сенсоров и датчиков глубины, которые позволят реализовать чуть ли не полноценный Face ID. Но это уже скорее больше фантазии, чем реальные факты, поэтому предлагаю дальше не строить необоснованных догадок. Лучше пишите в комментариях, что вы думаете обо всем этом, а я с удовольствием подискутирую с вами. Всем, как всегда, отличной рабочей недели, народ. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok